Служение Дорого Принца представляет Сидя здесь перед началом моей части служения, я очень ясно вспомнил о том, что, как мне кажется, Бог хочет, чтобы я вам рассказал. Я вспомнил об этом, потому что я думал об ответственности, которая сегодня возложена на меня, истолковать вам эти места Писания. Уверяю вас, я считаю, что это очень большая ответственность. Случай, который я хочу вкратце описать, произошел в 1913 году у Эльси, за год до начала Первой мировой войны. Известный евангелист того времени Стивен Джеффрис проповедовал в маленькой валийской церкви, в очень простом здании с побеленными стенами, в котором практически не было украшений. И за проповедником была голая белая стена. Я узнал об этом от людей, которые были лично знакомы со свидетелями того случая. Проповедуя, евангелист заметил, что глаза всех людей устремлены на него с необычайным вниманием. Ему стало интересно, что в его словах и поступках привлекло такое внимание людей. Лишь закончив проповедь и сойдя с помоста, он узнал, что на белой стене, которая была за ним, сверхъестественным образом, в сиянии красок, проступила голова Агнца. Эта голова Агнца была четко видна на стене за ним. Затем, через некоторое время, эта голова Агнца перешла в голову Христа, в образе мужа скорбей. В частности, люди заметили, что в его волосах была ранняя седина. Образ оставался на стене даже после окончания служения. Женщины поднимали свои платки и держали их вверху, а свет сиял сквозь платки и оставался там, наверное, всю ночь, но на второй день пропал. Я вспомнил этот случай потому, что, как люди рассказывали Стивену Джеффрису, и в то время, когда образ имел вид Агнца, и когда он превратился в голову Христа, его глаза постоянно двигались, следя за каждым движением проповедника. Мне, как проповеднику, это, как ничто другое, указало на тот факт, что глаза Господа обращены на служителей Его Слова. Он следит за каждым движением, каждым жестом, каждым сказанным словом. Это всегда вселяло в меня чувство ответственности перед Господом в том, как я истолковываю Его Слово Его народу. Сегодня мне опять это вспомнилось, потому что, приступая к восьмой и девятой главам посланий к евреям, мы переходим в очень странную сферу. Эта сфера лежит за пределами жизненного опыта и приобретаемых знаний. Послание к евреям – замечательная книга, потому что в ней рассказывается о том, чего большинство из нас никогда не видело своими естественными глазами. И об этом рассказывается как о чем-то абсолютно реальном. Сегодня, перед приходом сюда, я молился с женой о том, чтобы Дух Святой сделал все это реальным и ясным для всех нас, и не в последнюю очередь для меня самого. Потому что без Духа Святого все это лишь слова. Только Дух Святой может открыть эту невидимую, но вечную реальность, которая является темой последующих глав посланий к евреям. В частности, девятой главы, а также до определенной степени, десятой. Все практическое учение послания к евреям исходит из этой вечной невидимой реальности. Если Дух Святой не откроет нам невидимую сферу, тогда практическая сторона не окажет на нас должного влияния. Я был благословлен, когда перед началом моего выступления брат Джим Крофт вел нас в такой прекрасной песне «Свят, свят, свят», потому что мне кажется, что в Писании нет такого места, где святость Божия раскрывается полнее, чем в послании к евреям. Наверное, вы слышали, как говорят, возможно, я цитировал это раньше, «Послание к евреям – это книга Левит Нового Завета», или «Книга Левит – это послание к евреям Ветхого Завета». Между ними есть много параллелей, и в обоих речь идет о богослужении, и что должно быть в Божьем присутствии, и как мы можем войти в Божье присутствие, и как нам не совершать преступления против Божьей святости. Это очень важная мысль, ведь даже служители в Скинии Моисея, которая, как нам было сказано, была копией и тенью небесного оригинала, за преступление немедленно карались смертью. Двое сыновей Аарона погибли на месте, потому что не исполняли требований святости. Но сейчас мы говорим не просто о копии, а о реальности, которая существует на небесах. Насколько больше она требует от нас святости? Теперь вернемся к плану-конспекту восьмой главы, который вы найдете на странице 8 дробь 1. Все номера страниц соответствуют главе, план которой приводится на данной странице. Мы очень быстро пройдемся по плану, относящемуся к первым шести стихам, которые мы рассмотрели в прошлый раз. В первых двух стихах восьмой главы раскрываются главные пункты, характеризующие Иисуса как первосвященника, взятые из сложного описания в предыдущей седьмой главе. Вот эти четыре главных пункта. Во-первых, он воссел, потому что ему никогда не нужно было повторять свою жертву, в отличие от священников-левитов, которые всегда оставались стоять. Во-вторых, он воссел на престол. Он был не только священником, но и царем. Во-вторых, это соответствует чину Мелхиседека, а не Левия. В-третьих, это происходит на небесах, а не на земле. И в-четвертых, это происходит в истинной скинии, которую установил Бог, а не человек. В третьем и четвертом стихах вновь подтверждается функция священника. В прошлый раз Господь, к моему удивлению, побудил меня довольно подробно на этом остановиться, чтобы подчеркнуть, что без первосвященника невозможно принести Богу дар или жертву. Нельзя просто подойти к Богу и что-то сунуть ему в руку. В обязанности священника входит принятие даров и жертв народа Божьего и передача их Богу. Бог примет дар или жертву, только если он принимает священника. Мы, как христиане, должны всегда помнить, что Бог принимает наши дары больше из-за нашего священника, чем из-за нас самих. В пятом стихе говорится о том, что священники Левиты служили в скинии, которая была только копией небесной. Нам нужно постоянно напоминать себе о том, что небесное — это оригинал, который является материальным, а земное — копия. Мы так привязаны к земле, что склонны думать о земном, как о реальном, а о небесном, как о чем-то призрачном. Но все совсем наоборот. Затем, с шестого по тринадцатый стих, который мы сейчас рассмотрим, идет четвертый отрывок с сопоставлением. А все отрывки с сопоставлением перечислены во введении, которое мы сейчас не станем открывать. Это сопоставление Ветхого и Нового Заветов. Читая Библию, помните, что она состоит из двух заветов — Старого и Нового. В шестом стихе, на который мы мельком взглянули в прошлый раз, автор утверждает три аспекта превосходства нового порядка. Во-первых, у Иисуса превосходнейшее служение. Оно небесное, а не земное. Во-вторых, Он является посредником лучшего завета. Этот завет вечный, а не временный. И в-третьих, этот завет установлен на лучших обетованиях. В нем дано гораздо больше обетований, чем было в Ветхом Завете. Теперь, думаю, мне лучше всего перевести с седьмого стиха до конца главы. А затем мы разберем эти стихи. Это импровизированный перевод. Поэтому он может быть не всегда изящный, но, возможно, он выявит некоторые аспекты значения, которые могут быть незаметны в более изящном печатном переводе. Я начну с седьмого стиха. Ведь если бы тот первый завет был безупречен, или если бы в нем все было хорошо, или если бы он был достаточным, я думаю, ключевое слово — недостаточный. Вскоре мы посмотрим, почему он был недостаточным. Это можно было бы перевести так. Если бы тот первый завет был достаточным, то не пришлось бы искать место второму. Это очевидно. Если первый делает все, что нужно, зачем искать второй? Это логично. Это логика Талмуда, но это очень верно. Затем автор по своему обыкновению приводит цитату из Ветхого Завета, чтобы показать, что его слова основаны на ветхозаветных писаниях и полностью с ними согласуются. Но он, укоряя их, говорит. Он — это Бог, а они — израильтяне. Обратите внимание, и позже мы это рассмотрим. Он укоряет или обвиняет не завет, а людей. Он так и говорит. И дальше идет цитата из книги Еремии, 31 глава, стихи с 31 по 34. Можете открыть это место, если хотите. Если вы откроете, то при внимательном рассмотрении, возможно, заметите, что есть довольно значительное отличие между ветхозаветной версией в книге Еремии и этим местом в послании к евреям, где приводится эта цитата. Причина этого в том, что, как я уже говорил на предыдущих занятиях, автор послания к евреям обычно цитирует ветхозаветные писания не напрямую из древнееврейского текста, а из так называемой септуагинты, то есть перевода древнееврейского текста на греческий язык, который был сделан примерно в I или II веке до н.э. Возможно, он был сделан в Александрии, в Египте, с одобрением иудейских лидеров. Вероятно, в новозаветном мире этот перевод имел большее распространение, чем древнееврейский оригинал, потому что все грамотные люди умели читать по-гречески, и сравнительно мало людей могло читать по-древнееврейски. Думаю, нам лучше не углубляться в причину существования этих различий. Нам и без того хватает дел. Возможно, у переводчиков септуагинты был такой же древнееврейский текст, но они по-другому его поняли, или, может быть, в то время были различные версии древнееврейского текста. Этот вопрос был поднят вновь, когда в 1948 году, как вы знаете, в Кумране были найдены свитки Мертвого моря. В них некоторые тексты на древнееврейском языке, особенно первая и вторая книги царств и книга Еремии, не совсем совпадают с общепринятым стандартным древнееврейским текстом, известным сегодня под названием «Мазорецкий текст», который евреи решили сделать своим официальным примерно в IX веке н.э. Весь этот вопрос текстов довольно запутанный, и, думаю, будет лучше, если мы не станем в него слишком углубляться. Одна из причин этого в том, что я не готов подробно говорить на эту тему. Я буду переводить греческий оригинал восьмой главы. Возможно, вам будет интересно, если вы сможете так ловко владеть своими пальцами и мозгами, что еще откроете 31 главу книги пророка Еремии в Ветхом Завете. Может быть, у вас получится читать оба места одновременно. Я перехожу к стиху восьмому, восьмой главы послания к евреям. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я совершу, или завершу, закончу, с домом Израиля и с домом Иуды, Новый Завет». Обратите внимание, со всем израильским народом. Дом Израиля — это потомки Северного Царства. Дом Иуды — это потомки Южного Царства. Это не какая-то часть еврейского народа, а весь еврейский народ. «Не согласно такому завету, который я заключил с их отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской, потому что они не пребыли в Моем Завете, и я пренебрег ими, — говорит Господь. «Вот завет, который я установлю с домом Израиля после тех дней, — говорит Господь, — вложу мои законы в их разум и напишу их на их сердцах. И я буду им Богом, или их Богом, а они будут мне народом. И они не будут учить каждой своего ближнего и каждой своего брата, говоря, «Познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать Меня». Интересно, что почти всегда, когда в Библии упоминаются малые и большие, малые идут перед большими. «Потому что все, от малого до большого, будут знать Меня, потому что я буду милостив к их неправедности, и грехов их больше не вспомню». Мы также можем прочитать тринадцатый стих. Это уже не цитата из книги Еремии, а комментарий. «Говоря новый завет, он сделал старым первой, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Давайте вернемся и разберем это по нашему плану конспекту, который, как я надеюсь, вам поможет. Это внизу страницы 8, дробь 1. Здесь дан мой комментарий, который требует некоторого объяснения. Завет, основанный на законе, оказался неэффективным или недостаточным не из-за какого-либо недостатка в законе, а по причине слабости плотской человеческой природы. Это очень, очень важно понять. Вот почему сказано, что он укоряет их, а не завет. В Новом Завете есть много отрывков, указывающих на этот факт. Мы рассмотрим всего лишь два, которые цитируются здесь. Первый, в седьмой главе «Послание к римлянам». У меня есть одна проблема. Когда после послания к евреям я перехожу к посланию к римлянам, то мне бывает трудно выйти из послания к римлянам, но я постараюсь. Седьмая глава «Послание к римлянам» — это образец сложного сочинения Павла. Нам придется окунуться в него с головой. Надеюсь, мы затем сможем вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха. Поэтому, братья мои, вы также умерли для закона, через тело Христа. Павел говорит, что когда умер Христос, вы умерли. Его смерть была вашей смертью, и его смерть была для закона. Видите ли, необходимо помнить о законе одну вещь. Максимум, на что он способен, — это умертвить вас, а после этого — ничего. Как только вы умерли, закон к вам не относится. Закон относится к живым, а не к мертвым. Единственный способ выйти из-под закона — умереть. И эта смерть стала смертью Христа. Надеюсь, вы это понимаете. Поэтому, братья мои, вы также умерли для закона, через тело Христа, чтобы соединиться с другим, — это метафора, взятая от брака, — воскресшим из мертвых, чтобы мы приносили плод Богу. Этот союз будет приносить плод. Ранее Павел заметил, что если бы закон был жив, и они состояли в браке с законом, то они никогда не смогли бы освободиться. Ведь брак считается недействительным только когда супругов разлучает смерть. Но когда закон умер во Христе, тогда и они освободились от этого брачного союза, и теперь могли без прелюбодеяния воссоединиться с воскресшим Христом, чтобы приносить плод. По вашим лицам я вижу, что для некоторых из вас это новая мысль. Но мы должны идти дальше. Пятый стих. Ведь пока мы были во плоти... И плоть означает не только наши физические тела. Она означает ту сущность, которую мы унаследовали с нашими физическими телами. И эту сущность можно описать одним ключевым словом — бунтарь. Каждый из нас унаследовал сущность, которая сводится к бунтарству. И эта сущность называется плоть. Возможно, некоторые из вас еще не столкнулись лицом к лицу с этим фактом. Но он очень важен. Когда вы его поймете, ваша жизнь во многом изменится. У Бога есть лишь одно лекарство от бунтарства. Слышавшие мою проповедь знают, что это. Он не отправляет бунтаря в церковь или воскресную школу. И не учит его золотому правилу или тому, как заучивать наизусть места Писания. Единственное Божье лекарство от бунтарства — это казнь. Божья милость проявилась в казни, когда умер Иисус. Пятый стих. Поразительное утверждение, не так ли? Греховные страсти, вызванные законом. Прочитаем дальше. Но теперь мы освободились от закона. Умерши для него, которым были связаны. Помните, единственный способ выйти из-под закона — это смерть. Чтобы нам служить в обновлении духа, а не в ветхости буквы. Здесь подразумеваются два завета. Ветхий — буква, и новый — дух. Что же скажем? Сейчас Павел будет защищаться. Значительная часть послания к римлянам написана как ответ на мнимые обвинения, вероятно, со стороны евреев, которые не принимали его версию Евангелия Благодати. Он представляет себе, как они говорят, «Итак, закон был плох?» И он отвечает, «Нет, совсем нет. В законе нет ничего плохого». Седьмой стих. Что же скажем? Неужели закон — это грех? Не быть тому. Если вы знакомы с евреями, эта фраза так типична для них. Они говорят, «Халила!» Это далеко не так. Не быть этому. Однако я бы не узнал грех, как только посредством закона. Ведь я не понимал бы и желания или вожделения, если бы закон не говорил «Не желай». Павел говорит, «Я обязан закону тем, что могу распознать грех». Конкретный грех, о котором он говорит здесь, — это желание или вожделение. Конечно же, он имеет в виду десятую заповедь, которая говорит «Не желай». Должен признать, что только сегодня я конкретно осознал, что первое, чего вы не должны желать, — это дом своего ближнего, а второе — его жену. Когда вы желаете жену своего ближнего, — это вожделение. Павел говорит, «Не будь заповеди, которая гласит «Не желай», не испытывай вожделения, — я бы не распознал вожделение. Именно заповедь показала мне, что такое вожделение». Не знаю, доводилось ли вам испытывать такое, но я в некоторой степени испытал это в возрасте пятнадцати лет, когда прошел конфирмацию в англиканской церкви. Я не критикую англиканскую церковь, но я не был наставлен сущности Евангелия. То есть я мог повторить то, что мне говорили, но никто не донес это лично до меня. Я никогда не знал, как принять то, что смерть Иисуса должна произвести в моей жизни. Но в то время я решил, это случилось самое нужное время. Я совсем не такой хороший, каким должен быть. С этих пор я стану намного лучше. Я считал, что именно это должно произойти благодаря конфирмации. На самом деле, произошло обратное. Чем сильнее я старался быть хорошим, тем быстрее становился плохим, и тем хуже мне становилось. Видите ли, я сделал следующее открытие. Вы не знаете, насколько вы плохой, пока не попытаетесь стать хорошим. До тех пор, пока вас устраивает быть плохим, нет никакой борьбы. Но когда вы увидели стандарт благочестия и устремились к нему, внутри вас что-то запускается в ход. Бунтарь говорит, — Только не я, я туда не пойду, вы меня не заставите. И он прав, его нельзя заставить. Вы никак не сможете его заставить. Павел говорит в восьмой главе послания к римлянам, — Живущие по плоти не могут угодить Богу. Плотские мысли закону Божьему не покоряются, да и не могут. Продолжим читать седьмую главу послания к римлянам. Но грех, получив возможность от заповеди, произвел во мне всякое желание, ведь без закона грех мертв. И я раньше жил без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И заповедь, которая должна была привести к жизни, привела меня к смерти. Потому что грех, получив возможность от заповеди, обольстил меня и убил меня ею. Поэтому закон свят, и заповедь свята и праведна, и добра. Это суть того, что я хотел сказать. Проблема не в законе, а в людях. В Израиле того времени и во всех сыновьях Адама сейчас. Это бунтарство. Бог предназначил закон для того, чтобы выявлять бунтаря. Павел говорит, я не понимал бы грех, если бы закон не говорил, не желай. В послании к римлянам 3 главе 20 стихе он говорит, «Законом познается грех». Закон — это Божья диагностика. Он выявляет проблему. Давайте также на минуту посмотрим послание к римлянам 8 главу стихи с 3 по 8. «Ведь то, что закон, ослабленный плотью, не мог сделать, Бог сделал. Послал своего сына в подобии греховной плоти и как жертву за грех. Он осудил грехово плоти, чтобы требование закона могло исполниться в нас, ходящих не по плоти, а по духу. Суть этого состоит в том, что мы не можем делать угодное Богу до тех пор, пока мы в плоти, пока нами управляет плотская, невозрожденная природа Адама, ведь это бунтарь. Прежде чем мы сможем угодить Богу, нужно разобраться с этим бунтарем. И Бог разобрался с этим бунтарем во Христе. Наш ветхий человек, то есть Адамов бунтарь, был распят с ним. Уверен, что некоторые из вас впервые столкнулись с этим фактом. Но это исторический факт, и это правда. Неважно, верите вы в это или нет. Пока вы это не узнаете и не поверите, это не будет действовать в вашей жизни. Павел говорит, почитайте себя мертвыми для греха, на основании смерти Христа. Он умер нашей смертью, он понес наше наказание, он вывел нас из-под закона, и единственный выход из-под него — смерть. Продолжаем. Послание к римлянам, 8 глава, 5 стих. «Ведь те, кто по плоти, думают о плотском, а те, кто по духу, о духовном. Ведь мысли плотские...» Мне больше нравится перевод короля Иакова «плотский разум». «Это смерть, а духовный разум — жизнь и мир, потому что плотский разум враждует с Богом». Хорошо? Это вражда с Богом. Он не покоряется закону Божьему, да и не может это сделать. Это очень важное заявление. Даже если он будет стараться, он не сможет. 8 стих. «И те, кто во плоти, не могут угодить Богу». Мы уделили этому столько времени, возможно, даже больше, чем следовало, в связи с заявлением о том, что проблема была не в законе и не в завете, она была в людях. Теперь возвращаемся к нашему плану конспекту, и, наконец, мы дошли до страницы 8, дробь 2. Мы уже видели, что переход от Ветхого Завета к Новому был предсказан в книге пророка Иеремии, 31 главе, стихах с 31 по 34. Он также предсказан в Иеремии 50 главе, стихах 4 и 5. В вашем плане конспекте нет ссылки на это место, но на него стоит взглянуть. «В те дни и в то время, — говорит Господь, — придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины. Еще раз обратите внимание, это весь народ, Израиль и Иуда. Вместе они будут ходить и плакать, и будут искать Господа Бога своего. Они будут спрашивать о пути к Сиону, обращая к нему свои лица. Они придут, чтобы присоединиться к Господу в Вечном Завете, который не забудется. Мне больше нравится другой вариант перевода на полях. Говоря «приидите», «давайте соединимся с Господом в Вечном Завете, который не забудется». Здесь говорится о другой стороне. В 31 главе книги пророка Иеремии говорится о том, что сделает Бог. В 50 главе Иеремии говорится о реакции Израиля на то, что сделает Бог. Это очень памятный для меня отрывок, потому что напоминает мне о том, как я изучал древнееврейский язык, или иврит, с одним молодым евреем в Иерусалиме. Он погиб во время войны 48-го года, но тогда он был моим учителем. Я написал ему сочинение на иврите, в котором он объяснил, что, по моему мнению, именно это произойдет с еврейским народом. Они придут и скажут «давайте соединиться с Господом» и спросят о пути к Сиону. Я написал «это и есть путь к Сиону». В конечном счете, единственный путь к Сиону – это Вечный Завет. Он указал мне на то, что мне никогда не забыть, хотя я и не могу объяснить это сейчас подробно. Построение этого предложения на древнееврейском языке указывает именно на это. Путь к Сиону означает сказать «давайте соединимся с Господом в Вечном Завете». Итак, здесь у нас два аспекта. Божье заявление в 31 главе книги пророка Иеремии и реакция народа, когда наступит время Бога, в 50 главе Иеремии. Теперь мы рассмотрим пункты отличия двух заветов, помня о том, что это один из отрывков сравнения и сопоставления. Во-первых, Ветхий Завет состоял из поверхностных заповедей на каменных скрижалях. Камень — это очень значительное слово. Это что-то очень твердое, неподатливое и наружное. Новый завет состоит из законов, написанных внутри, на сердцах и умах. Думаю, что, возможно, ключевые слова — это наружный и внутренний. Когда Павел анализировал то, что не может сделать закон, мы видели, что пока он оставался снаружи и не мог разобраться с бунтовщиком, он не мог сделать того, что требуется. Люди могут на него смотреть и говорить, мы все это делаем, но так никогда и не сделают. Как же закон может быть написан внутри, на сердцах и умах? Это очень и очень важно. Прочитаем второе послание к Коринфянам, третью главу, третий стих. Нам нужно прочитать и второй стих. Павел пишет христианам в Коринфе, физическая сторона жизни которых была в очень плохом состоянии. Среди них были кто угодно — проститутки, гомосексуалисты, грабители, богохульники. Он перечисляет все их проблемы, а затем говорит. Вы — наше письмо, написанное в наших сердцах, которое знают и читают все люди. Меня всегда это радует. Павел сказал. Если хотите знать, во что я верю, если хотите узнать мою теологию, то идите в Коринф и посмотрите на тех людей. Так проявляется моя теология. Узнайте, какими они были, посмотрите, как они живут сегодня, и вы узнаете. Это мое письмо. Я думаю, что именно такое письмо должны уметь писать проповедники. Третий стих. Причем видно, что вы — письмо Христа, о котором заботимся мы, написанное не чернилами, а духом Бога живого, не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях или сердцах людей. Кто может написать Божьи законы на сердцах мужчин и женщин? Дух Святой. Это чрезвычайно важно, потому что очень часто мы в христианской церкви возвращаемся к ситуации, подобной той, что была с десятью заповедями, только мы при этом еще и заменяем десять заповедей своим списком глупых правил или что-то добавляем к ним. Видите ли, если это не сделает Дух Святой, то ничего не получится. Невозможно изменить человеческое сердце без Духа Святого. Все проповеди, представляющие собой одни лишь слова без Духа Святого, — это лишь пустая трата времени. Это не приводит абсолютно ни к чему, что имеет ценность вечности. Единственный во всей Вселенной, кто может перенести Божьи законы в сердца мужчин и женщин, — это Дух Святой. Если его нет на сцене, если он не действует, все наши религиозные занятия — это всего лишь бесполезная трата времени, и мы обманываем сами себя. Вы можете написать основные доктрины вашей веры над стенах своей церкви, но от этого люди не перестанут быть лжецами, лицемерами и обманщиками. Более того, из-за этого они, возможно, станут еще большими лицемерами. Людей может изменить только Дух Святой, когда Он получает доступ к нашим сердцам. Я с полной откровенностью говорю, что если бы не Дух Святой, то я бы уже закончил свою деятельность. Знаете, сегодня я искренне молился о том, чтобы Дух Святой написал это учение. Ведь если это всего лишь голос человека, или человеческие правила или инструкции, или изложение доктрин, написанные на внешней стороне, то они не изменят сердце человека. Нет такой силы во Вселенной, которая могла бы изменить сердце человека. От греха к праведности, от бунта к послушанию, кроме Духа Святого. Чернила этого не сделают. Это делается не чернилами, а Духом Бога Живого. Второе различие состоит в том, что Ветхий Завет завершился Божьим отвержением. Новый завершается в вечном принятии. Оба этих факта мы проиллюстрируем из книги пророка Осии. Если хотите, то можете открыть первую главу Осии, и мы прочитаем девятый стих. Хотя на самом деле нужно видеть контекст. Жена Осии только что родила сына, и, как многим другим детям пророков, ему было дано имя, со смыслом. Господь сказал, дай ему имя Лоамми. Лоамми на древнеюрейском языке означает «не мой народ», потому что вы не мой народ, и я не ваш Бог. Бог отверг народ и сказал, вы не принадлежите мне, а я не принадлежу вам. Но, слава Богу, это не последняя глава книги Осии. Во второй главе есть обетование нового и вечного завета. Оно содержится в шестнадцатом стихе. Нужно заметить, что в двух предыдущих стихах, четырнадцатом-пятнадцатом, Господь рассказал, как Он собирается поступить с израильтянами, чтобы восстановить с ними взаимоотношения. Он говорит, что увлечет и приведет их в пустыню. Слово «увлечь» подразумевает возможность очень близких отношений. Затем он говорит, что даст им долину Ахор, как дверь надежды. Ахор означает «беспокойство», а фраза «дверь надежды» на современном иврите звучит как «пета-тихтар» и так называется крупный пригород Тель-Авива. Еврейский народ рассматривал свое возвращение на эту землю как дверь надежды, которую Бог пообещал им открыть. Хочу вам заметить, что это один из способов, которыми Бог обращается с людьми и не только с Израилем. Он нас увлекает, Он нас заманивает. Затем мы оказываемся в долине беспокойства и говорим «Господь, как я здесь оказался и зачем Ты меня сюда привел?» И тогда Господь говорит «Из долины беспокойства я открою для вас дверь надежды». По такому принципу действует Бог. Я уверен, что сегодня многие из нас могут вспомнить случаи, когда Господь нас куда-то увлек, а затем мы оказались в долине беспокойства и спросили, что случилось. И тогда выяснилось, что у Господа была тайная дверь, о которой мы не знали, и она называется «дверь надежды». Так начинается обетование примирения. Теперь мы продолжаем читать вторую главу книги пророка Осии. Как мне кажется, это одни из самых прекрасных слов, которые можно где-либо найти. «И будет тот день, — говорит Господь, — Ты будешь звать меня Иши, и больше не будешь звать меня Ваали». Это очень трудно перевести. Оба слова, и Иш, и Ваал, могут означать муж. Но Ваал также означал хозяин или господин. И, разумеется, такое же имя было у чужого Бога, в поклонение которому часто впадали израильтяне. Оно вызывает неприятные ассоциации. Но во времена Ветхого Завета этим словом обычно называли мужа. Бог говорит, когда мы вступим в Новый Завет, у нас с вами будут новые взаимоотношения. Я больше не буду вашим Ваалом, вашим хозяином, но я буду вашим Иш, то есть вашим мужем. Будет очень трудно рассмотреть все ассоциации, которые вызывают эти два слова. Но речь идет о более близких личных взаимоотношениях. Думаю, будет справедливо сказать, что слово Ваал употреблялось тогда, когда при Ветхом Завете было законным иметь больше одной жены. Я думаю, что под словом Иш подразумеваются моногамные отношения. Мы также можем прочитать 17 стих. Ведь я удалю имена Ваалов от ее уст, и не будут больше упоминаться их имена. Кстати, хочу вам заметить, что в Библии много говорится о том, чтобы не произносить устами имена чужих богов. Думаю, это относится к нам. Я считаю, есть слова, которые нам лучше не употреблять. Это не ругательство, но просто слова, которые бесчестят Бога. Я не стану приводить примеры, но я часто слышу, как христиане говорят легкомысленно и пренебрежительно, пусть даже о людях. Думаю, нам нужно быть внимательными в том, какие имена сходят с наших уст. Переходим к 18 стиху. И в тот день я заключу завет для них, то есть израильтян, со зверями полевыми и с птицами небесными и с присмыкающимися по земле. Я прихожу в восторг от такой мысли. И уничтожу, или сломаю, лук, меч и войну от той земли и дам им лежать в безопасности. Очевидно, что этого еще не произошло. И затем мы переходим к этим новым взаимоотношениям. Я обручу тебя мне в верности, и тогда ты познаешь Господа. Слово «обручу» относится к брачьим отношениям. 21 стих. «И будет тот день, я отвечу, — говорит Господь, — отвечу небесам, и они ответят земле. И земля ответит зерну, новому вину, елею, а они ответят Израилю». Израиль — это огромная широкая долина, расположенная к востоку от Мегида, к юго-западу от Назарета, к западу от Гилвуйских гор. Те из вас, кто был в Израиле, несомненно, видели Израильскую долину. Считается, что, возможно, она станет местом последней великой битвы — битвы Армагеддон. В течение очень многих веков это было невозделанное болото, которое не давало ничего, кроме малярии. Затем, когда вернулись евреи, они за большие деньги выкупили эту землю у землевладельцев арабов, которые сами не находились на этой земле, и начали ее возделывать. Сегодня это прекрасное, покрытое буйной растительностью и плодородное место. Возможно, самое плодородное место в Израиле. И, читая этот отрывок, я очень ясно представлю это себе, потому что мысленно переношусь на Израильскую долину. Господь говорит, «Израиль воззовет к земле озерне, новом вине и элее. Земля воззовет к небесам, а небеса воззовут ко мне, и я отвечу на их зов». Можете представить себе, много веков Израильская долина лежит безжизненная, невозделанная, заброшенная, но взывает о том, чтобы на ней появился урожай, а урожай взывает к земле, а земля взывает к небесам, и небеса передают это послание Богу. Конечно, это типичные библейские образы, но они такие яркие. Затем мы переходим к примирению Израиля. 23 стих. «И я посею ее для себя на земле». Слово «Израиль» означает «Бог посеет». Итак, Бог берет это имя и говорит, «Я вновь посею Израиль на этой земле, и я помилую непомилованную». В предыдущей главе описано, что одна из дочерей жены Осии была названа Ларухама, что значит непомилованная. Но Господь говорит, «Теперь я назову ее Рухама, что значит помилованная». «И скажу тем, которые были не моим народом, вы мой народ». Хотя раньше он говорил, «Ло Амми, не мой народ», но теперь он говорит, «Амми, мой народ». В современном Израиле это очень популярное мужское имя. А они скажут, «Ты мой Бог». Итак, в первой главе описано отвержение при Ветхом Завете, а во второй главе – вечное принятие при Новом Завете. Если вы прочитаете стихи 19 и 20, то увидите, что ударение ставится на постоянство. Бог говорит, «Я обручу тебя мне навек. Да, я обручу тебя мне в праведности и справедливости, в благости и милосердии. И я обручу тебя мне в верности. И тогда ты познаешь Господа». Думаю, нам также следует помнить о том, что, так сказать, конечной целью брачных отношений является то, что мужчина познает свою жену, а жена познает мужа. Господь имеет в виду именно это, говоря о восстановлении отношений с Израилем. И Он сказал, «Это будут брачные отношения, в которых Я познаю вас, а вы познаете Меня». Немного позже мы вернемся к посланию к евреям и увидим, что это одна из неотъемлемых особенностей Нового Завета. Третий пункт. И мы вернулись на страницу 8.2. При Ветхом Завете требовалось постоянное взаимное увещевание, без прямого доступа к Богу. Люди непрерывно говорили друг другу, «Познайте Господа». Думаю, в каком-то смысле это верно и по отношению к религиозным евреям в наши дни. Они постоянно говорят, «Познайте Господа», но не знают Его. Однако Новый Завет предоставляет прямой доступ и знание Бога для всех. Посмотрите еще раз на восьмую главу послания к евреям, потому что это важно. Одиннадцатый стих. «Они не будут учить каждого своего ближнего и каждого своего брата, говоря «Познай Господа», потому что все будут знать Меня, от малого до большого». В обетовании о примирении у Оси сказано «Тогда ты познаешь Меня». Видите ли, одна из тем посланий к евреям — это совершенство или зрелость. И это подразумевает прямой доступ к Богу. Это значит, что послание к евреям обращено за вторую завесу, во святое святых. Все, что не дает прямого доступа к Богу и познание Его, является недостаточным. Если вы вновь посмотрите послание к евреям, седьмую главу, девятнадцатый стих, там написано «Ведь закон ничего не сделал совершенным». Заметьте, наша цель — совершенство. Но, с другой стороны, благодаря новому завету, приносится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Или посредством которой мы имеем доступ к Богу. Обратите внимание, совершенство и доступ к Богу относятся к одной категории. А если говорить о скинии, то они оба находятся за второй завесой. Любой завет, который не достигает этой цели, является недостаточным, он не восполняет эту нужду. Возвращаясь к нашему плану конспекту, мы видим, что Ветхий Завет требовал постоянного, взаимного увещевания, без прямого доступа к Богу. А новый предоставляет всем прямой доступ к Богу и познание Бога. В этой связи мы можем посмотреть на слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 3 стихе. «Это жизнь вечная, да познают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Опять-таки, Иисус говорит о прямом личном доступе к Богу и познании Его. Он сказал, «Это жизнь вечная. Все, что меньше этого, не является жизнью вечной». Вот цель Нового Завета. Предоставить нам прямой, непосредственный доступ к Богу и познанию Его. И это является жизнью вечной. Вернемся к нашему плану-конспекту, страница 8, дробь 2. Пункт номер 4. Ветхий Завет давал только постоянное напоминание и временное покрытие грехов. Новый дает окончательное прощение и стирание даже напоминания о грехах. Что касается первого пункта, давайте откроем послание к евреям, 10 главу, 3 стих. Но в тех жертвах есть напоминание о грехе год за годом. Это очень, очень важно понять. Вот максимум того, что могли сделать ветхозаветные жертвы. Они ежегодно напоминали людям об их грехах и давали временное покрытие этих грехов, которое действовало только до следующего года. В Новом Завете все совершенно иначе. Сейчас мы прочитаем Божье обетование в книге пророка Исаии, 43 главе, 25 стихе. Нужно заметить, что этот стих 43 главе Исаии следует за перечнем ошибок, совершенных израильтянами. Это важно понять. Думаю, все мы признаем, что Бог знает об ошибках израильтян так же, как и любой из нас. Однако Он не изменил свое обетование. Переходим к книге пророка Исаии, 43 главе, 22 стиху. «Но ты не взывал ко мне Иаков, ты устал от меня, Израиль». 24 стих. «Ты не покупал мне сладкого тростника за деньги и не наполнял меня жиром твоих жертв. Но ты отяготил меня своими грехами, ты утомил меня своими беззакониями». В свете этого следующий стих удивляет. Только Бог мог сказать такое. 25 стих. «Именно Я изглаживаю твои преступления ради себя самого, и Я не буду помнить твоих грехов». Когда наши преступления изглажены, и Бог больше не помнит наших грехов, тогда логично, что, как говорит автор послания к евреям, жертвы больше не нужны. Если Бог забыл наш грех, тогда нам не нужна жертва, чтобы покрывать грех, который Бог стер и забыл. Заметьте, что в 25 стихе 43 главы книги пророка Исаии, Бог говорит, «Я это сделаю ради себя самого, не ради вас, и не потому, что вы это заслужили, а ради меня самого». Мы можем на минуту открыть Исаию 48 главу, стихи 9 и 11. Это немного дальше. Бог опять обращается к израильтянам и в 9 стихе говорит, «Ради моего имени я откладываю мой гнев, и ради моей славы я сдерживаю ради тебя, чтобы не отрезать тебя». 11 стих «Ради себя, а ради себя самого я сделаю это, ведь как может быть опозорено мое имя, и моей славы я не дам другому». Бог очень четко показывает, что Он делает то, что хочет не потому, что кто-то это заслужил, а ради себя самого и ради славы Его имени. Мы должны всегда об этом помнить. Ближе к низу страницы 8.2 я указываю на то, что ветхозаветное слово «очищение» означает «покрытие». Соответствующее новозаветное слово означает «примирение». Вы знаете, из каких частей оно состоит? Примирение. Это означает, что Бог и грешник пришли к миру. Вот что значит «примирение». При Ветхом Завете не было примирения, было лишь покрытие. Это древнееврейское слово «корфо», которое есть и во фразе «ем-ки-пур» – «день покрытия». И это все. Очень интересно то, что этим же словом описана смола, которой Ной покрыл ковчег, чтобы сделать его водонепроницаемым. Она покрывала ковчег, она хранила их от беды, она не пропускала воду. Вот что делали ветхозаветные жертвы – они не пропускали воду. Они были временным средством от утопления, но они не могли дать примирения. Если вы прочитаете пятую главу послания к римлянам, то поймете разницу. Стихи 10 и 11. «Ведь если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Его Сына, то, тем более примирившись, спасемся Его жизнью. И не только это, но мы хвастаемся Богом через нашего Господа Иисуса Христа, посредством которого мы получили теперь примирение». Вот что является следствием Нового Завета – примирение Бога с грешником. Но при Ветхом Завете существовало признание факта греха, напоминание и покрытие, которое было действительно лишь до тех пор, пока не приходило время для следующей жертвы. В последнем стихе восьмой главы послания к евреям автор суммирует то, что он говорил о Ветхом Завете. Говоря Новый Завет, он сделал первый устарелым, а устаревающий и ветшающий готовы к уничтожению. Тот факт, что Бог говорит Новый Завет, указывает на то, что другой Завет устаревает и в конце концов исчезнет. В этом отрывке есть два ключевых слова. Во-первых, Ветхий Завет был недостаточный. Не потому, что закон был чем-то плох, а потому, что он не мог изменить сердца людей. Во-вторых, этот Завет был старый, он должен был уйти, он не был постоянный. Новый Завет, в частности, назван Вечным. Теперь, без лишней суеты, мы переходим к девятой главе, где я уже давно рассчитывал оказаться. В девятой главе содержится пятое сопоставление. Четвертое сопоставление было в восьмой главе, Ветхого и Нового Завета. Пятое сопоставление — это скиния Моисея и небесная скиния. Я прочитаю с первого по пятый стих, а затем мы их рассмотрим. В них есть много чего. Я даже не уверен, сможем ли мы все разобрать. И первый Завет имел постановление, или предписание, о богослужении и свое святилище, принадлежащее этому миру. В нашем переводе сказано земное, но точнее будет принадлежащее этому миру. У него было святилище в этом мире. Ведь был приготовлен первый шатер, который обычно назывался святым, которым был светильник и стол, и предложение освященного хлеба, или святых хлебов, и который называется святое. А за второй завесой, или занавесом, была скиния, или шатер, которая называется святое святых. На древнееврейском языке это кедиш кодашим, святое святых. Четвертый стих. Имевшая золотой жертвенник для курения и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета. Где были? Интересно, что в греческом языке нужно вставлять глагол «есть». Мой брат есть повар. Нужно вставлять «есть». В древнееврейском языке не нужно вставлять эту частицу. Мой брат повар. Достаточно сказать так. Это значит «есть повар». Этот человек пишет по-гречески, а думает по-еврейски. Следовательно, хотя слова греческие, структура предложений еврейская. Он не вставляет глагол «есть» или «быть», что по-гречески является неграмотным. Но это показывает ход его мысли. Четвертый стих. Где были золотой сосуд с манной и жезл, или посох, аарона, расцветший, и скрижали Завета, а над ним херувимы славы, осеняющие крышку, место примирения, о чем сейчас невозможно говорить подробно. Вы жалеете, что здесь так сказано? Очевидно, что здесь так говорится потому, что если прочитать предыдущие главы, то станет ясно, что они бы этого не поняли, они были слишком ленивы и бездуховны, и не могли принять это учение. Поэтому автору пришлось это пропустить. В моей серии кассет под названием «Путь к святому» я подробно об этом говорю. Там раскрыта моя вера в современных христиан, в то, что они лучше готовы принимать, чем евреи. Я не хочу тратить на это много времени, но сейчас я приступлю к рассмотрению темы скинии. Я бы хотел, чтобы вы открыли план конспект на странице 9.1, где дан план для стихов с 1 по 5. В них описана часть скинии Моисея, а не вся скиния. Если вы хотите прочитать оригинальное описание скинии, то в скобках указаны параллельные места. В первом отделении, то есть святом, был светильник, стол с хлебами-предложением и золотой жертвенник для курения, дающий доступ ко второму отделению. Затем, за второй завесой, занавесом, во святом святых, был золотой ковчег, у которого была крышка и два херувима. Здесь есть еще одна проблема, о которой я вам должен честно рассказать. Если вы посмотрите, что пишет автор послания к евреям в стихах 3 и 4, то за второй завесой была скиния, которая называется святой святых, где находился золотой жертвенник для курения. Но если вы прочитаете описание в книге Исход, то золотой жертвенник для курения находился перед второй завесой, а не за ней. Я думаю, это означает, что хотя он находился во святом, но предназначался для того, чтобы вы могли проникнуть во святой святых. Ведь вы не могли войти во святой святых без благовоний и жертвенника для курения. Первосвященник должен был поместить их в кадильницу, положить в нее угли и размахивать ею так, чтобы поднялся благовонный белый дым и покрыл крышку ковчега. Если бы он вошел туда, не сделав этого, то он бы умер. Итак, вы понимаете, что жертвенник для курения находился там для того, чтобы предоставить доступу святой святых. Автор говорит, имевшая золотой жертвенник для курения. Там не сказано, что золотой жертвенник для курения был за второй завесой. Не знаю, удовлетворяет ли вас мое объяснение, но я старался говорить, как толкователь Талмуна. Внутри святого святых был всего один предмет, а именно, это золотой ковчег с крышкой, по обоим сторонам которой крепились херувимы из кованого золота, повернутые друг к другу лицом, с протянутыми друг к другу крыльями, кончики которых соприкасались над крышкой посередине. Меня всегда впечатляет то, что чем дальше вы продвигаетесь в духовном плане, тем меньше у вас остается альтернатив. Именно этого боятся некоторые люди. Они хотят, чтобы у них оставался запасной выход. То есть, куда вы пойдете, если находитесь вместе, имеющим форму куба? Двадцать локтей на двадцать локтей на двадцать локтей. И здесь всего один предмет. Если вам это не интересно, то не идите. Это для тех, которым нужно лишь одно, а именно, Господь. Я обещаю вам, что если вы будете двигаться дальше в духовной жизни, то иногда вы будете оказываться в такой ситуации, что если вы захотите идти вперед, то там будет лишь одно – Господь. Нет никаких других приманок, никаких альтернатив. Видите ли, Бог хочет, чтобы мы хотели Его ради Его самого, а не ради того, что мы получим, или как средство от бед. Итак, если можете, то представьте себе. Вот вы проходите эту сложную процедуру, чтобы проникнуть за вторую завесу, а там всего лишь золотой ящик с крышкой, на которой два херувима. Там даже не было света. Во всяком случае, в светом был светильник, а это место закрывает очень толстое покрывало, которое закрывает практически весь свет. Там темно, если только что, если только Бог не проявит человеку славу Шекина, и тогда это место осветится. Его личное присутствие. Понимаете, в этом есть риск. Что, если Бог не проявится? Тогда вы будете в темноте. Знаете, что я понял? Бог благословляет тех, кто идет на риск. Всегда, когда я служу больным, я говорю людям, если Бог не проявится, то мы только зря потратим время, потому что я ничего не могу. Но я открыл для себя, что когда вы понимаете, что ничего не получится, если Бог не проявится, тогда Он обычно проявляется. Если вы думаете, что можете действовать без Него, то, наверное, вам придется делать то же самое. Идем дальше по нашему плану конспекту. Как нам сообщает автор посланий к евреям, во времена Моисея в ковчеге находился золотой сосуд с манной, расцветший жезл Аарона, и каменные скрижали с десятью заповедями. Можете быстро взглянуть на указанные параллельные места. О золотом сосуде говорится в книге Исход, в шестнадцатой главе, в стихах с тридцать первого по тридцать четвертой. И дом Израилев назвал это манной. Это было нечто белого цвета, похожее на кориандровое семя. Оно сходило на землю по ночам и утром лежало вместе с росой. И это израильтяне ели в течение сорока лет. Вероятно, что слово манна происходит от древнееврейского ман-на. Что это? Итак, вот как оно называлось. Они ели? Что это? Хотели бы вы есть, что это, в течение сорока лет? Помните, оно им надоело. Они сказали, мы ненавидим этот белый хлеб, мы хотим лук и чеснок из Египта. Но эти опрометчивые слова привели их к большой беде. Тридцать второй стих. Тогда Моисей сказал, вот что повелел Господь. Пусть гомор ее хранится во всех ваших поколениях, чтобы они видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону, возьми сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его перед Господом, для хранения во всех поколениях. Под словами «поставить перед Господом» подразумевалось поставить золотой ковчег. Итак, здесь говорится о золотом сосуде или кувшине с манной. Расцветший жезл Аарона. Книга чисел, глава 17, 10 стих. Но Господь сказал Моисею, положи опять жезл Ааронов перед свидетельством. Это все равно, что в ковчег. На сохранение. Знак для непокорных, чтобы ты прекратил их ропот на меня, и они не умирали. Если вы прочитаете всю эту историю, то узнаете, что перед этим начальники других колен сказали, мы такие же, как Аарон, почему только Аарон может приносить жертвы? Услышав это, Бог разгневался и сказал, решим это раз и навсегда. Пусть все начальники возьмут свои жезлы, которые были символами правителя, и напишут на них свои имена. Ты пойди в Скинию и положи их там перед Господом, а затем через сутки пойди и вынеси их оттуда. Через сутки 11 жезлов остались одинаковыми, а 12-й расцвел. На нем появились почки, цветы и миндаль. На жезле было написано имя Аарона. Бог сказал, пусть это будет решено раз и навсегда. Он человек, которого выбрал я, и я не должен ни перед кем отчитываться. Это мое решение. И разумеется, это цветение, появление почек и принесение плода через сутки, является прототипом воскресения. Это образ Иисуса, небесного первосвященника, чей статус подтвержден воскресением. Он единственный человек, который к тому времени воскрес из мертвых. Так Бог подтвердил, что Иисус его первосвященник. Жезл говорит о воскресении. Он также говорит о владычестве. Потому что... Откройте на минуту книгу Откровения, 1 глава, 5 стих. Здесь описывается Иисус. И от Иисуса Христа, верного свидетеля, первенца из мертвых и правителя царей земных. Обратите внимание, здесь есть прогрессия. Вначале он был верным свидетелем. Затем он стал первым, кто воскрес из мертвых. И поэтому он является правителем царей земных. Воскресение — это шаг к правлению. Жезл — символ правления. Расцветший жезл — это свидетельство воскресения избранного Богом правителя. Затем каменные скрижали. Думаю, у нас есть время рассмотреть это. Книга Исход, 34 глава, 1 стих. Господь сказал Моисею, «Вытяши себе две каменные скрижали, подобные прежним. И я напишу на этих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». 28 стих. «И он пробыл там с Господом сорок дней и сорок ночей. Он не ел хлеба и не пил воды. И написал на скрижалях слова завета, десять слов, десять заповедей». Затем Исход, 40 глава, 20 стих. «Он взял свидетельство, то есть Ветхий Завет, и положил его в ковчег». Итак, во времена Моисея в ковчег были положены три предмета, о чем нам правильно напоминает автор послания к евреям. «Там был золотой кувшин с манной, расцветший жезл Лаарона, и две каменные скрижали, то есть десять заповедей». С Божьей помощью!